Карандаш, тушь, пастель, акварель, уголь, все это в руках одной красноярской художницы буквально горит при создании живописных шедевров. Вот таким образом все происходит. Да, наша коллега Светлана Козырева решила отправиться на эту выставку, уже сейчас находится на прямой связи со студией. Света, доброе утро тебе, расскажи, успела ли ты уже познакомиться с какой-либо техникой? Доброе утро, ребята. Ну, научиться я, к сожалению, пока ничему не успела, но вдохновиться картинами, которые сейчас открылись моему взору, еще как успела. Мне в этот понедельник посчастливилось оказаться, я бы сказала, на очень нежной выставке, о которой нам расскажет ее же создатель. Хочу представить художник-графист, член Союза художников России, преподаватель художественного училища имени Сурикова Светлана Петровна Козленко. Светлана Петровна, доброе утро. Доброе утро всем. Я знаю, что эта выставка у вас юбилейная. Скажите, сколько лет вы работали, можно сказать, над ее созданием и какое название она получила? Вот я смотрю на работы, и кажется, жизнь пролетела очень быстро. Я работала в художественном училище, 1 августа будет 42 года. И время с учащимися пролетает просто мгновенно. Но когда я смотрю на работы, то вспоминаю каждый кусочек своей жизни. То есть работа – это каждый кусочек жизни. Их не так много. Но каждую жалко, и на каждую было потрачено время, конечно. И вот особенно, что это моя жизнь. Что это кусочек моей жизни, каждая работа. На самом деле, сколько успели посмотреть, у вас жизнь была достаточно насыщенная. Предлагаю и нашим телезрителям показать, что вам удалось увидеть. А вы мне расскажите. Я знаю, что вы рисуете в различных техниках. Давайте расскажем, в каких и, наверное, какая самая любимая. Знаете, я очень любила живопись. В училище я писала очень хорошо. Меня взяли сразу на второй курс. И вот Сергей, мой преподаватель по живописи, говорил, «Я удивляюсь, что ты поступила на графику, Московский художественный институт». Но когда я приехала в Москву и показала свои работы, мне сказали, что у вас слишком яркая сибирская живопись. И, в общем-то, мне предложили поступить на графику. И, в общем-то, я даже довольна, потому что живопись, ну, живопись и живопись. А вот графика я научилась разным, во-первых, отличать, во-вторых, научилась изображению графическому разных материалов. Вот, мне очень понравился афорт. Вот, и литография, в общем-то, хорошо была. Но афорт у нас был преподаватель такой очень интересный. Вот, и он, как бы, увлекает афортом. Ну, а я сейчас, в общем-то, уже для здоровья, как бы, афорт, там, кислота связана. И поэтому я просто рисую. Я просто рисую вещи, ну, которые я вижу. И вот я часто смотрю на выставки, вот, когда абстрактные работы, такие вот плоскостные, зрители проходят, и, в общем-то, ну, как-то, они не могут вникать в мысль художника, да. А когда они видят привычные работы, привычные вещи, которые окружают нас, то им, в общем-то, мне кажется, интересно. Я вот смотрела, что подходит, люди рассматривают. Ну, видимо, у вас тут еще что-то запрятано. Это то, что, можно сказать, не успела попасть под стекло. Очень интересно, что там такое. Давайте просто, просто такие вот. То есть я езжу, много езжу, да, и делаю какие-то сначала, сначала какие-то наброски, вот, небольшие, а потом я их, потом я и заканчиваю. Вот такая вот смешная, смешная тема из окна. Просто, да, выпал снег еще, были рыжие деревья, вот, и, как сказать, машины утонули в снегу. Но я знаю, что вы еще вдохновляетесь не просто видом из окна, а вы путешествовали, а потом создаете серии работ. Мы с ребятами проехали всю Хакасию. Вот, мы были во многих местах. Копьева, Когунек, так называемая, зеленая корова по-хакаски. И, в общем-то, с ними я всегда работала. Вот, здесь, здесь была на Байкаль, вот, одна... Это Байкальский? Да, Байкальский. Это старая железная дорога, которая уже, в общем-то, заброшена. Но вот интересные такие вот моменты там. И была осень, и мне очень понравилось. И вот это тоже Байкальское. Вид Байкальского. Да, это вот тоже выпал первый снег на Байкале. Мы были август-сентябрь, и вот выпал первый снег. И я, в общем-то, быстренько темперой написала. А сколько у вас уходит на создание вот одного полотна? Это по-разному. Иногда просто, вот, знаете, ну, часов 4-6 бывает. А иногда, а иногда, знаете, хочется... Ну, вот, вот даже вот этот вот бегонию, цветок, да, я рисовала, ну, дня три. Потому что хотелось каждый, каждый листик, он имеет свою окраску, да, он имеет свою форму. И вот такие вот интересные какие-то там переходы. И потом я, мне понравилась вот фактура, да, взяла просто картонку, да, и я, когда положила карандашиком в мазке первое, да, то мне очень понравилась вот фактура. Я вот хочу у вас спросить, а есть какое-то вот особо дорогое сердцу полотно? Особо дорогое полотно? И глаза разбежались. На самом деле этот вопрос я задавала заранее, и Светлана Петровна сказала, что каждый из них особо дорого. Да, каждая, каждая, на каждую отдаешь силы и, как сказать, увидел, увидел, и хотелось. Вот я купила просто красные гладиолусы, вот, купила их в подарок. Ну, я как посмотрела, принесла домой, мне стало просто жалко их отдавать, и я вот раз и нарисовала. Это хорошо, вот купил, правда, кому-то подарок, запечатлил себе, и все, и на память осталось. А вот это вот бабушкин, бабушкин еще, да, буфет такой, бабушкин буфет, мы его перевезли на дачу, и вот я посмотрела, там разные вещи на нем стояли, и такой вот осенний веселенький как бы букет. В общем-то, знаете, тут есть чем вдохновиться, прийти и насладиться, и цветы, и какие-то улицы, и виды. Я предлагаю сейчас напомнить, когда открывается выставка, до какого она будет работать, и, собственно, пригласить всех, кто хочет познакомиться с вашим творчеством. Выставка работает уже с 6-го числа, но она будет работать еще до 30-го. И, пожалуйста, приходите, посмотрите. Ну, работы, конечно, не все вошли, очень дорогое, нет, очень дорогое оформление, в общем-то, работ. Вот, и так еще в папке остались много работ, ну, когда-нибудь, когда-нибудь покажется и остальное. Вам нужно помещение побольше. Ну, в общем, обязательно приходите, насладитесь тем, чем мы успели в этот понедельник насладиться. Ребят, вам слово. Света, огромное тебе спасибо за этот прекрасный экскурс по выставке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!